добрый день мои хорошие вы на канале светлана лосева и это канал о вязании сегодня у меня будет немножко необычное так скажем видео я буду сегодня рассказывать вам о своих скажем так планах на будущее о том как почему я перешла на экспресс мастер-классы почему отказался от попетельных мастер-классах хотя канал планировал вести именно таким образом что буду вязать изделия сама их придумывать какие-то там джемперочки кардиганчики и так далее то есть многих из вас в комментариях интересует именно этот вопрос почему не делаю попетельные мастер-классы сегодня дам вам ответ и следующий момент я бы хотела поговорить про негативные комментарии про злые грубые в общем то или просто глупые да почему и как я на них реагирую и как вообще складывается мои отношения с такими подписчиками которые мне такое пишут да всем кому интересно давайте с вами остаемся на канале смотрим видео до конца а в качестве заставочки я буду девочки показывать вам кипарисовое озеро я живу в городе анапа и у нас здесь есть такой экообъект кипарисовое озеро вчера был последний день выходных и в общем-то там было целое столпотворение очень много народу я даже не стала снимать сколько там было машин приезжих всем кому интересно посмотрите всем кому не интересно все равно посмотрите если хотите меня послушать поэтому давайте начнем я показываю мы вчера с мужем прогулялись и вы увидите все моими глазами да эту красивую природу в горах находится это озеро горное озеро и оно необычайно такое красивое очень ну сами все увидите итак давайте начнем разговор вот мы идем на озеро то такой путь идет он в горах и здесь горной местности вот мы идем 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 ну а я начинаю свой разговор про вязание да и в общем то сразу же про почему я отказалась от по петельных мастер-классов крайне редко их стала сделать и предпочитаю экспресс мастер-класс ну конечно же по петельный мастер-класс подразумевает очень большой трудоемкий процесс то есть во первых я должна купить пряжу я должна сама сконструировать модель то есть начале я должна создать в голове да потом я должна ее как бы все это дело воплотить в реальность подразумевается что я должна сделать расчеты на свой один размер да и затем вязать это все в течение там недели двух у кого как получается да и потом периодически частями выкладывать готовый вот этим наши нарезки да как у меня продвигается так скажем раз процесс вязания я снимаю да то есть всегда любой по петельный мастер-класс что предполагает правильно он предполагает расчеты любой по петельных предполагает создание проекта как мы строим дом да мы вначале рисуем его на бумаге учитываем все плюс и минус нюансы какие-то до подсчитываем и затем уже все это дело строится также и в любом деле в начале это все теория а затем идет практическое применение так и в дизайн девчонки мы делаем расчет то есть достаточно я поняла что достаточно иметь просто модель перед собой да то есть ее визуальное так скажем изображение и можно сделать любой проект на любой модель и можно создать этих этих проектов на разные размеры да то есть охват так скажем потенциальных подписчиков значительно увеличивается да я приношу значительно больше пользы и когда делаю расчеты на несколько размеров да при этом я беру модель которая как бы уже воплощена да то есть вот она перед вами вы ее можете детально рассмотреть и так и эдак хорошо когда несколько фотографий плохо конечно когда одна фотография но все равно мы уже имеем перед собой эту картинку когда мы делаем попетельный мастер-класс мы должны вначале связать это изделие затем сделать красивые фотографии чтобы знаете иногда бывает очень интересный узор но фотографии не получается не получается найти подходящее освещение не получается найти в общем много чего не получается вот потому что мы все тут не фотографы профессиональные и получается что красивое изделие часто проигрывает вот визуально оно как бы ну в общем то не смотрится да и конечно же и вас я тоже таким изделием мало заинтересую а вот в экспресс мастер-класс когда ты видишь красивую модель ты выбираешь ее из множества моделей в интернете здесь совсем другая получается история здесь получается что вы как бы сможете уже реально оценить хотите вы вязать такой модель или нет а уж когда я делаю расчеты делаю вам целый проект на много размеров да тут вообще как бы уже интерес очень в принципе возрастает да не будем лукавить мы всех боремся за подписчиков мы все хотим чтобы у нас канал процветал все кто ведет youtube канала по вязанию поэтому это в общем то очень такая человеческая это очень человеческая да то есть когда мы хотим приносить и себе и людям пользу и в общем то девочки в результате я стала склоняться именно к экспресс мастер-класса мне кажется я так больше привлекаю аудиторию я так больше приношу вам пользу когда делаю расчеты на несколько размеров сразу причем здесь мы учитываем в общем то многие моменты и пряжа у нас выбирается и мы образец вяжем и я вам показываю как сделать как бы расчет плотности да как это влажно тепловую обработку провести и затем я вам рассказываю как бы все вот эти нюансы расчетные которые не каждый из вас еще умеет и делать конечно тех тоже давно на моем канале это все дело я думаю уже от зубов отскакивает до знает уже как таблицу умножения как это все рассчитать почему я еще знаете не люблю значит что еще не люблю в вязание я не люблю вязать от сверху вниз я не люблю когда идет круговое вязание когда у меня на спицах вот такая вот огромная огромная махина вязаного полотна и так это тяжело и неудобно с ней передвигаться и так это в общем вот мне не нравится мне нравится вязать детали отдельно девочки я когда вяжу я всегда стараюсь делать детали отдельно спинку отдельно перед отдельно и рукавчики все это сшивать я проходила советскую школу вязания я занималась пять лет в дворце пионеров конкретно прям вот в кружке вязания да и нас учили в советской школе что изделие должно иметь швы меня учили как обязательно надо делать плечевые швы они должны быть они должны держать плечо понимаете и поэтому когда я вижу что плечи как бы шов делают такой ну чтобы он там не было шва до бесшовные вот эти все изделия они меня повергают немножко в шок просто я представляю что выходит с ним после стирки да это все как-то мне кажется бесформенно висит у меня была одна такая модель и я плевалась плевалась так я и не стала носить если честно но не знаю это мой личный опыт я сейчас делюсь именно тем что хочу и о чем я хочу вам рассказать из своего личного опыта да у вас возможно другой опыт более положительный а у меня вот так в общем девочки попетельные мастер-классы в них хорошо что если вам удалось попасть в размер то у вас просто идеальные условия до привязание вы смотрите от и до и опять-таки в попете на мастер-классе никто вам от и до показывать процесс так подробно тоже не стремится показывают раздельные такие эпизоды то есть как например начать да то есть вам просто говорят что вот вы сейчас наберете столько петель и затем так то вот распределите узоры да и далее вы вяжете самостоятельно и там доходите до какого-то момента например вывязывание проймы там вам опять показывают как эту пройму вывязать то есть здесь тоже не получается так чтобы прям все в силе и вязали прям вот под диктовку нет там тоже идут эпизоды там показывают тоже эпизод а эти эпизоды сейчас так много мастер-классов вот этих уроков по вязанию выреза горловины как пройму оформить и так далее учитесь вот этими отдельными опытами которыми с вами делятся вязальщицы это же это же там уникальные бывают такие мастер-классы шикарные я сама иногда вот смотрю удивляюсь какие интересные так сказать варианты предлагают вязальщицы придумывать как оформить вырез горловины как там рукавчик оформить и так далее то есть это все есть в интернете и это все в общем доступе девочки и этому вот этим моментом детальным можно научиться и без попетельных мастер-классов да то есть у вас даже наоборот будет больше расширяться опыт вот этот если вы будете вот эти небольшие мастер-классы такие детальные смотреть ведь вырез горловины можно по-разному оформить да кто-то предлагает один вариант кто-то другой это же прям красота правда так давайте про попетельная наверное все вам уже рассказала в принципе а сейчас я хотела про негативные комментарии сказать знаете ни один блогер наверное не обходится без вот этих комментариев без этих злых ограниченных людей которые сидят рядом плещут да я их сейчас сразу отправляю то есть я прям первые строки читаю дальше я уже понимаю и тон мне часто просто знаете такой указательный приказной грубый да прям сразу бросается в глаза я их сразу блокирую этих людей я считаю что раз они один раз написали нет смысла им что-то объяснять что-то там с ними выяснять это все бесполезно то есть если ты один раз позволил себе с незнакомым человеком такой тон и такие грубые фразы да значит ну нам не стоит общаться с вами и в общем-то идите далеко и надолго я бы так сказала иногда комментарии бывают знаете такие приказные прям дайте подайте принесите да там расскажите снимите то есть но это тоже такие в товарищи я тоже в принципе не сильно приветствую не хочу с такими общаться в общем то и так далее ну а еще бывает третий вид комментариев просто глупенькие на эти какие-то глупенькие комментарии типа я вот начала вязать по вашему мастер-классу да и у меня вот там осталось две петли скажите что мне с ними делать я не понимаю вот они у меня остались ну извините это уже просто какая-то ересь глупость я не знаю зачем такой вообще писать в принципе позориться да но в целом девочки мое общение с вами происходит очень доброжелательно мы друг другу очень полезны я развиваюсь творчески я выискиваю с большим энтузиазмом для вас красивой модели и разрабатываю вот эти все проекты и я очень рада что вы мне пишете хорошие комментарии я очень рада что вам нравится мои мастер-классы и мой канал и давайте на этой прекрасной ноте будем продолжать с вами взаимное сотрудничество в общем то я также буду продолжать для вас искать красивые изделия модные самые современные слава богу вы пишете что вкус у меня вам нравится мой вкус и в общем то давайте продолжать свое такое доброе общение и до новых встреч сейчас будет приниматься за новый мастер-класс нашла для вас очень изумительный красивый джемпер